продолжаю клеить обои над дверью вот у меня левый кусок середина наклеена номер 2 и справа слева я клею первые номера обоев рисунок соблюдаю потому что раппорт тут 32 сантиметра со смещением вот на полу я накроила вот этот маленький кусок высотой тут у меня 53 сантиметра шириной на три сантиметра шире чем надо вот сейчас размазываю полимерный клей вдоль углов радиаторной кистью середину валиком беру вот это полотно я его заранее накроила с подбором рисунка на 3 сантиметра повыше чем надо и в ширину на 3 сантиметра тоже шире сейчас его приморожу излишки потом отрежу сперва разравниваю кромку прикладываю вот у меня правая фабричная левая резаная беру теперь шпатель стаер жесткую пластмасса артикула его 1022 во всех инструментах ребят есть обязательно себе приобретите при при поклейке он вам очень сильно облегчит работу вашу и сейчас выгоняю вверх-вниз выгоняя воздух пузыри приглаживаю вот мое полотно к стене эти обои виктории стену ребят хорошо сделано и кромки у них прокрашена хорошо то есть они не белые не торчат приминаются очень легко и не заминаются и на поверхности не остается швов сбоку вот если будете стоять вы не увидите и вот тут буковки у меня попадались черные и вот этот круг тоже вот черная краска хорошо вот сделано так что бог не видно что она белая так ребят час я прикладываю к верхнему к верхней галтели и перемещаю видите режу по шпателю шпатель обладает толщиной приблизительно 2 миллиметра раньше я всегда резала по обычному шпателю по металлическому но там меньше одного миллиметра толщина лезвия а тут в районе двух миллиметров очень хорошо у меня нету стены как бы не проглядывает щель вот между обоиной и галтелью получается что немножко она заходит на полочку вот это галтели очень хорошо и поскольку я режу вот маленькими такими отрезками вот хотя этот шпатель 22 сантиметра режу я приблизительно вот ну где-то 10 сантиметров и его потом переставляю вот и все нормально получается очень хорошо рез хороший сейчас я подошла вот левый там наличник вот его край сейчас я на него опять ставлю вот видите сейчас отрежу вертикаль а потом за за мной горизонтальный выступ и уже отрежу горизонт обхожу вот этот наличник замела пальцами там рубец виден с изнаночной стороны и режу вот я четверть эту вытащила сейчас все аккуратненько вот и обошла наличник подрезаю вот эти лезвие улфа они хорошо режут мокрые кромки все отлично так теперь ребят у меня тут телескопический наличник вот он в эту щелку после коробки будет вставляться мне надо сюда же довести вот туда и тащили вот это полотно сейчас принесу шпатель 35 сантиметров вот я его взяла и отрезаем лишнее то есть я режу со всех сторон лишние куски отрезаю прям как скутер смотрю как там все хорошо все отлично режу вот и потихонечку вот так вот обрезаю со всех сторон то есть краю я с запасом и в ширину когда за угол и высоту когда по высоте клею вот опять заглаживаю все что я отрезала вот так вот все разравниваю все отлично заглаживаю так сейчас буду вертикальный рез сделать обхожу коробку дверную подрезала горизонтально сейчас вертикально ставим в коробку режу беру валик для прикатки стыков у меня валик уже ему вот этому валику года три точно он уже выработанный ребят и мягкий если что вам придется доработать заусенцы на наждаке вот но у меня все нормально у меня вот этот матрикс я его доработала он у меня не соскакивает с ручки все хорошо а вот если будет час новую покупать вам надо заусенчики вот на самой бочки на это снять потому что там но бывает острая пластмасса заглаживаю все отлично стеночки веселые вот завтра приду буду оставшиеся две стены делать сегодня я поклеила вот две этих стены вот я вам показываю ребята вот вдоль двери и до окна вот четыре полотна по одной стене у меня за стоит шкаф поэтому я вам не снимала вот первую стену показываю вам что у меня всего тут два пузыря было боковой свет я поставила после вот перед уходом вот и боковой свет показывает все проблемы если бы швы у вас там белые были торчали или пузыри вы все это увидите порой вот пузыри образуются в ходе уже вот поклейки немножко надо время подождать и посмотреть вот перед уходом домой есть какие у вас вот проблемы и решите уже их сразу не откладывая на завтра пока все подвижное все двигается вы сможете скорректировать очень элементарно вот таким жестким шпателем я перешла уже вот ребят четко на него уже англорским я не пользуюсь вот очень хорошо вот выгонять и пузыри и работать он гладкий хорошо сидит в руке скользит отлично вот толстенький рекомендую все ребята приходите завтра увидимся